В Славянском районе, как и по всей стране, отметят день окончания Второй мировой войны, которая завершилась в сентябре 1945 года разгромом войск милитаристской Японии на Дальнем Востоке. Жители и гости муниципалитета могут присоединиться к празднованию 75-летия этого события. Муаровые ленты и листовки напомнят славянцам о дате окончания Второй мировой войны и вкладе СССР в победу над фашизмом. 2 сентября пройдут квест «Дальневосточная победа. Акция уроки Второй мировой». Во время акции «Цветы памяти» на воду реки будут спущены венки и цветы. 2 и 3 сентября пройдут информационные пятиминутки, диктант на военную тематику и другие мероприятия, в том числе в онлайн-формате, посвященные окончанию войны. Накануне 75-й годовщины завершения Второй мировой войны в Славянском историко-краеведческом музее открылась выставка военной формы под названием «Есть такая профессия – Родину защищать». Подробности об этой выставке в нашем следующем репортаже. Двери Славянского историко-краеведческого музея всегда широко открыты для всех, кому интересны прошлое и настоящее нашего города и района, Кубани и всей страны. Здесь находятся десятки тысяч экспонатов, в которых отражается материальный мир наших земляков, начиная с 19 века и до самого недавнего прошлого – конца 20 века. Все это, конечно, очень интересно для славянцев и гостей города. В современных выставочных пространствах нередко можно увидеть экспонаты, демонстрирующие эволюцию формы советской и российской армии. Сейчас и в нашем музее мы будем иметь возможность увидеть образцы военной формы различных родов войск и времени, начиная с 40-х годов прошлого века и до нынешних дней. В Славянском историко-краеведческом музее впервые подготовлена и оформлена выставка военной формы военнослужащих разных родов войск в периоды СССР и Российской Федерации. При подготовке этой выставки выяснилось, что данная тематика ранее не затрагивалась столь основательно и глубоко. Многих предметов просто не хватало. При сборе экспонатов и формировании комплексов военной формы и снаряжения упор был сделан на историческую достоверность и соответствие рассматриваемому периоду. Для того, чтобы добиться строгого соответствия формы, изучались многочисленные источники информации. Была проделана большая работа по подбору экспонатов по этой тематике. У нас представлена военная форма бойца Советской Армии периода Великой Отечественной войны. В снаряжении особый интерес вызывают именно оригинальные предметы, представленные на выставке. В результате проведенной сотрудниками музея работы была сформирована необычная коллекция формы, снаряжения и других предметов воинского обмундирования. Старались доходить до мелочей, чтобы добиться достоверности. Мы серьезное внимание уделяли именно оригинальности предметов военной формы и снаряжения разных периодов. Именно этим, наверное, ценные экспонаты, которые представлены для посетителей нашего музея. Интересен каждый экспонат сам по себе. И в формировании, обмундировании солдата военного периода, периода Великой Отечественной войны. И в снаряжениях, и обмундировании военнослужащих послевоенного периода, советского и постсоветского периода. Каждый предмет интересен сам по себе. Интереснейшая выставка уже открыта для посещения. Особый интерес она должна вызвать у юношества, неравнодушного к российской истории. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».